Стражи Галактики это звериное забавное одиночное приключение по следам Лары Крофт и Натана Дрейка Привет там, здесь Handsome Game of Globe выполнено с помощью нового теста Сегодня речь Marvel Guardians of the Galaxy от Adidas Montreal и Square Enix В приключенческом боевике ваш Питерзвездный лорд Квилл управляет, исследует линейные космические корабли и планеты вместе с ракетой Гроутом, Гаммарой и Эксом и загружает врагов, чтобы попробовать свои спартанские пистолеты и реактивные ботинки Кстати, это тестовое видео было постоянно записано в режиме качества PS5 История начинается вскоре после того, как Стражи объединились Отряд хочет поймать легендарного монстра в запретной зоне, чтобы улучшить его репутацию Кое-что идет не так, и пятому взводу нужно изобретательно собрать деньги, чтобы он не потерял свой корабль Так что сначала вы переживаете серию небольших приключений, нити которых после первой игры сходятся в захватывающую историю попкорна, в которой многое поставлено на карту не только для Гардиан Однако история начинается несколько незаметно, и только по ходу сюжета или заглянув в игровую энциклопедию Вы, не зная шаблона комикса, понимаете, что произошло до сих пор Поскольку игра также не основана на кинематографической вселенной Марвел, предварительные знания из фильма также помогают отчасти С точки зрения игрового процесса Стражи Галактики в первую очередь делятся на три составляющие Во-первых, вы исследуете различные уровни в 16 главах, например, в Вездесущем Кораблекрушении или Планете Монстре Пути при этом в основном линейные Но если вы будете держать глаза открытыми для ползучих путей, вы сможете найти скрытые ниши, где вы будете добывать предметы коллекционирования или компоненты Последнее позволяет вам улучшить снаряжение Звездного Лорда, например, расширить свою жизненную полосу или разблокировать движение, например, при уклонении в последнюю секунду срабатывает замедленное движение Похоже, дорога вниз Вы должны постоянно поддерживать это с другими Стражами, у которых есть удивительное количество случайных диалогов Вначале вы старательно размышляете о том, как выглядит существо, за которым вы охотитесь Потому что вы даже не знаете, что это такое на самом деле, что вы там ищите В главах возникают такие разные ходовые приколы Для этого фигуры часто динамически реагируют на мое действие, например, когда я грохочу Некоторым может быть слишком много разговоров, тем более, что между пятью главными героями существует напряженность Особенно ракетчик, это стоп-ракетчик и любит затевать ссору, когда он прямо не жалуется Однако, поскольку диалог с шуткой является одним из основных моментов игры, я явно рассматриваю болтовню как преимущество Но поскольку персонажи реагируют на так много, регулярные диалоги неестественно оборвались в середине предложения Потому что я уже приблизился к ближайшей горячей точке, которая вызвала новый диалог Во время разведки он прыгает в реактивных сапогах и часто решает головоломки окружающей среды с помощью Стражей Драсса Уничтожайте, например, хрупкие виражи или тащите орудия, которые вы можете использовать в качестве платформы, пока Гамора рассекает все возможное своим клинком Головоломки не являются сложными, так как вы можете войти в меню только при просмотре подходящих объектов, чтобы попросить помощи у Стражей Это было просто Я пассивно помогал Эйдос Монреаль отмечает дальнейший путь, хотя и не так умело на уровне, как непослушный пес, тем не менее я редко не знал, куда идти, потому что пропустил примерно полевую еду, чтобы протиснуться В основном также помогает сканер вашей визы, который анализирует интересные объекты и дает советы Вы также можете сканировать противников на наличие слабых мест в бою, и бои являются второй важной частью игры Прежде всего вы стреляете по врагам из своих пистолетов Они владеют дополнительными элементарными выстрелами, которые помогут вам заполнить глухую пелену противников Заставлять врагов резвиться — это средство выбора, так как тогда вы наносите значительно больший урон выстрелами и атаками в ближнем бою инопланетянам и монстрам Примерно так же, как и в Гало, Эссалорд обладает регенерирующим защитным щитом И щит, и жизнь тают довольно быстро, поэтому вы прежде всего уклоняетесь от маневра и сосредотачиваетесь на ослабленных противниках Там, в свою очередь, вступают в игру гвардейцы При нажатии кнопки R1 вы снова открываете свое меню и выбираете одну из четырех других кнопок Второе нажатие кнопки вызывает один из доскилов В принципе, хорошо удерживает нескольких противников, ракета наносит урон по площади Атаки гемора разбивают врага, а дракс заставляет отдельных противников шататься Часто сражался со многими противниками, и сражения происходили несколько беспокойно и суматошно Поэтому навыки стражей также важны для целенаправленного объединения противников и прореживания поля боя Часто тогда остаются какие-то более крепкие куски с особыми свойствами Но они не слишком чувствуют себя виноватыми, если вы эффективно используете навыки Помимо этого, у самих звездных лордов есть специальные атаки И вы можете запускать специальные атаки с помощью события QuickTime и использовать окружающие объекты С указанной специальной панелью вы все еще можете вызвать хэт, в котором вы соберете группу, которая расскажет о своем настроении в бою Тогда вам придется выбрать один из двух вариантов, более или менее очевидный ответ, чтобы мотивировать группу В любом случае звездные лорды бросают свой микстейп с песнями 80 лет и звездный лорд Хэдли и Стражи, сбитые с ног Но кроме того, если вы выберете правильный ответ, вся команда получит огромный урон Бои требуют некоторого времени, в том числе и из-за нелепого управления Я редко стреляю свободно по противникам, но использую блокировку Но это на R2, а не на R3, как в любой другой игре На R3, но козырек, который я, конечно, по привычке, потом часто случайно подбрасывал Но когда я вошел, легкая тактическая смесь ударов и ударов произвела настроение Кому это слишком утомительно или бои недостаточно тяжелы, тот может оказаться мелким, желающим, сложнейшим Помимо разведки и боя, есть более спокойные секции, где вы просто гуляете, осматриваете предметы и разговариваете с фигурами На вашем корабле, Милане, например, вам придется еще больше поговорить с остальной частью вечеринки о своем прошлом Или разгладить фургоны, если вы расстроили участника решениями Вы все время принимаете решения, направляя разговоры в определенных направлениях Время от времени происходят правильные диалоги Но вы также время от времени избираете два варианта Дальнейшие действия стражей Иногда вы так просто обходите бои, но по определенному разделу Например, решение из предыдущей главы даже гарантирует, что вам придется либо пробиваться в бою, либо пробираться в совершенно другую область того же уровня и решать головоломки В боях я чувствовал, что только в нескольких местах раздел растянулся И если когда-то было несколько длинных кат подряд, я был настолько увлечен ими, что это меня не беспокоило Однако последовательность сражений, исследований и повествовательных сцен отчасти кажется несколько предсказуемой и формульной Но тогда Эйдос Монреаль продолжает удивлять особыми вкладами, которых я, конечно, не хочу здесь предвидеть Как бы то ни было, воздушные бои или железнодорожные перестрелки с Миланом случаются редко Черепа величайших охотников украшают его уловы Может быть славным? Мы не хотим умирать, Драсс Немецкие ораторы, особенно те из пяти героев, хорошо делают свое дело Но английский актерский состав, он действительно превосходен Он очень живо справляется с ролью Хотя звуковые эффекты могут быть немного более вкусными, саундтрек совершенно потрясающий Который использует лицензированные треки в некоторых сценах, таких как Ted Love и Co Очень удачно, что я не могу показать вам в этом видео из-за лицензионного пистолета По-другому это выглядит с пьесами вымышленных групп Starlord, написанными для игры, которые отлично имитируют ощущения 80-летнего хард-рока и металла С этим я доберусь до своего С помощью Стражей Галактики Marvel Square Enix выдвигает антитезу к слабым Мстителям Марвел Вы испытываете лучшие одиночные развлечения со Звездным Лордом и другими Стражами с некоторыми восхитительно причудливыми декорациями В то же время история занимает время для своих пяти героев, которым сначала нужно научиться расти вместе с помощью Звездного Лорда И хотя я напрямую контролирую только Звездного Лорда, Эйдос Монреаль добился того, чтобы вся группа постоянно присутствовала как в игровом процессе, так и в массе строк диалога Поклонники комиксов могут с нетерпением ждать некоторых пивков Marvel на каждом углу Но самое главное, диалог, остроумие и абсурдность космоса были супер захвачены шаблоном Guardians of the Galaxy не только весело, но и разнообразно и зажигает империи боевик фейерверк В скриптовых последовательностях это красиво грохочет и шумит Разделы разведки и отрывки из диалога на космическом корабле Милана создают такую же дисперсию, как и другие кратковременные отложения Бои страдают от некоторой суеты и суеты в эксплуатации, но навыки Стражей помогают навести порядок в хаосе После некоторого ознакомления я получил удовольствие от многочисленных возможностей и сосредоточения внимания на ловкости в боях Технически не все идет так, что бросается в глаза убийца анимации В тестовой версии было еще несколько ошибок, и доброта текстур также колеблется Однако в целом обстановка производит шикарное впечатление Саундтрек, как уже упоминалось, классный, и особенно о моменте, использующем лицензионную музыку, я обязательно подумаю еще некоторое время В целом, несмотря на несколько слабостей, Стражи уверенно идут по стопам Лары Крофт и Натана Дрейка, но при этом делают свои собственные акценты Друзья-одиночки не должны упустить это космическое приключение Поэтому мои оценки таковы, 8,5 из 10, даже означают, что вы можете найти галактику, свободной для всех на Game of Global Day Если вам понравилось видео, давайте с удовольствием поднимем большой палец вверх и подпишемся на канал Большое спасибо 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 Продолжение следует...